хорошо хорошо и в этом месте ты себе делаешь сейчас очистку самоочистку появляется шар энергетический удобный для тебя для самоочистки какое место перезагрузки что ли вот это место перри загрузки он хорошо перезагружаешься сейчас входишь в этот режим перезагрузки полностью перезагружаешься уже зашла в эту воду хотел стать под фонтан но там другое действие фонтан поднимает тебя наверх еще на уровень выше там уже нет такого как физические тела нету физического тела высвобождаешься от него что подняться выше физическое тело не надо но все равно физическое тело надо беречь любить во время жизни но тоже живое жизнь и у него есть память память поэтому все твои поступки все твои отклики ну все что с тобой происходило в жизни она откладывается теле отражаются теле и отражается в теле и когда она у тебя рождаются дети очень часто спрашивают это карма или это порода это нет это память физического тела она передается а когда какие-то увечья у детей какие-то проблемы но проблемы да по здоровью у детей не всегда по здоровью и бывает и по здоровью но также и психические и психические есть родовые например замуж не может выйти девушка да это передается от от матери к ребенку дальше то есть запись идет генетическая запись в этих клетках и своему будущему поколению следующему вы передаете как раз память предыдущих тел там бабушек прабабушек дедушек и почему все таки важно именно до седьмого колена знать вот эта память болезни не прошедшие какие-то момента они передаются до седьмого колена поэтому важно знать как жили твои предшественники в твоем роду надо беречь тело любить разговаривать с ним это не глупо ничего страшного в этом нет оно живое и в нем функционирует жизнь каждый день каждую минуту каждую секунду но почему-то как-то подзабыли люди об этом что все живое надо с уважением относиться к его телу к своему телу потеряла сейчас прислушиваться к нему тело умеет разговаривать умеет просить но главное услышать тело а не именно мозг потому что мозгу очень много навязывается а услышать тело оно тебе подскажет чем оно хочет питаться чем ему полезно и приятно заниматься из данной велосипеде прогулки питание тоже прислушайтесь тело очень часто дает подсказки не надо на напичкать напитывать его не нужно как-то отходами отходами производства свеженькие еду правильную да как настоящую оригинальную еду витамины еду выращенную в природе на солнышке полезную нужно кому-то нужен рис кому-то гречка но определенный период по-разному если ты съел кусочек сладкого или там кусочек колбасы скажем или кусок мяса не надо корить себя за это и думать что неправильно поступил нет если этот организм потребовал но главное прислушиваться к нему если организм тело потребовало значит можно съесть но не корить себя за это но оно живое но тоже умеет разговаривать с вами давать мысли давать импульсы но почему-то люди привыкли только его использовать своих нуждах для своих целей но никак не для развития для наполнения на чтоб тело оно как синхронизировалась с внутренним миром с душой тогда и дольше живут люди по 200 по 300 лет потому что они умели соединить тело и душу в один единый целый организм но к сожалению на земном шаре у большинства людей душа и тело они рассинхронизированы человек питается чтобы жить но не важно чем питается и как-то он отдельно взращивает душу отдельно взращивает тело а оно в совокупности одно и то же ну например кто-то медитирует да помедитировал он взрастил душу в этот момент но про тело не думает то есть он идет потом ведет обычный образ жизни неправильно питается неправильно как это ухаживает ведет себя со своим телом а надо как что внутри то есть душа и снаружи тело чтоб одно целое было тогда уже и мозг не враг тогда уже и вы умеете правильно пользоваться мозгом правильно считывать информацию извне то что вам подают информацию об окружающих среди окружающих людях то есть тогда вы уже полноценный человек с большой буквы сейчас большинство они как овечки что ли ты как маленькие дети вот так вот немножко но неосознанно и тело может вам дать все что надо только надо думать о нем хорошо разговаривать с ними любить его то есть она может дать тебе нужные возможности нужные способности главное ну как с ним быть одним целым почему то ну например если человек болеет да он бежит в аптеку но он не разговаривает со своим телом его нету связи со своим телом потому что если ты поговоришь с телом оно даст тебе лекарства внутренние ты будешь здоров это на самом деле так и есть и это все работает то же самое старость или болезнь каких-то органов это больше навязано это больше образ мышления человека что человек не верит в себя не думайте плохо о своем теле часто привыкли нарекать как это правильно сказать жаловаться жаловаться на тело тут не так тут не так вот как ты это видишь так оно тебе и выдает это тело как ты это просишь так оно и выдает но общение в этом облике человека он совершенен идеале и каждый совет каждому видеть свою красоту как внешнюю так и внутреннюю и поддерживать чистоту как внешнюю так и внутреннюю чистоту помыслов чистоту внешнего тела кольца замечательно замечательно все хорошо благодарю Продолжение следует...